Я представлюсь, представлюсь я, меня зовут Гафырова Эльмира, я представляю компанию 3D.RU, являюсь руководителем отдела продаж, также по совместительству сервисный инженер по гипсовым 3D принтерам, единственная девушка в России сервисный инженер. Вот так вот сложили, да, я теперь на чистую воду. Соответственно, компания 3D.RU, мы на этом рынке не так давно, но все специалисты, которые работают, работают в сфере 3D с 2008-2009 года, я вот лично с 2009 года работаю. Соответственно, мы предлагаем не только вам купить 3D принтер, да, мы предлагаем услуги по 3D печати, мы предлагаем вам приехать к нам посмотреть, потому что помимо одного маленького домашнего принтера у нас также в офисе есть и сканеры, и другие принтеры, и очень много различных моделей, да, мы с вами сможем поговорить, что-то рассказать, что-то объяснить. Плюс мы выступаем на различных мероприятиях, как подобные мероприятия, спасибо, что нас пригласили, и просто доносим людям информацию о том, что такое 3D печать, наглядно показываем, потому что с прошлого лета в стране наступил такой бум 3D печати, как появились маленькие настольные принтеры, они как бы уже повсеместно, да, то есть их ставят в магазины, в какие-то мастерские, просто куда-то, как в библиотеке стоит уже 3D принтер, да, то есть это здорово. Поэтому мы пытаемся просто расширить аудиторию, чтобы люди знали, что это такое, применяли это в своей жизни, неважно, в работе, в обычной жизни, да, то есть как-то с этим связывали. По нашей программе мы с вами пробежимся по технологиям, что такое вообще 3D печать, да, помимо FDM технологий существует много различных технологий, а дальше мы затронем тему применения 3D печати в образовании и в социальных проектах, потому что проблема, точнее не проблема, а вообще эта тема встает достаточно острой, и у нас еще сейчас есть такая программа импортозамещения, да, поэтому мы должны все учиться, мы должны создавать что-то свое, либо, соответственно, создавать какие-то продукты, которые мы не можем уже поставить на территорию России, к сожалению, это так, и в том числе мы и 3D принтеры уже на сегодняшний день некоторые не можем поставлять на территорию России, в оборонную промышленность, да, но есть пути входа, когда ты называешь предприятие другим именем просто, и все, в принципе, все хотят заработать, да, но такие прецеденты есть, поэтому нужно стараться развиваться и развиваться с малых лет, и учить уже и детей в том числе всей этой культуре. Так, давайте начнем, вы можете меня по ходу перебивать, я буду вам что-то объяснять, потому что все меня слышно, вот я без микрофона, все нормально, да, то есть, можете меня перебивать, я буду вам рассказывать что-то подробнее. Итак, начнем. Что такое технология 3D-печати? Самая простейшая технология – это технология FDM, да, вот она вам наглядно показана, сзади как раз есть катушка с нитью, у нас другой нет, но если кому интересно, можно будет потом подойти, посмотреть, не хочу ее снимать, потому что она вдруг у меня куда-то светит. Что это такое? У нас есть экструдер, который нагревается до определенной температуры, и он стоит прямо здесь в 3D-принтере, соответственно, здесь проходит нить, через экструдер она расплавляется послойно на стол. То есть, любая 3D-печать – это следующее. У нас есть 3D-модель, любая, вот, допустим, у нас есть вот такая 3D-модель, мы ее видим на экране компьютера, да, то есть она просто есть. Есть программа, которая разбивает ее на какое-то количество слоев, в зависимости от того, какая у вас технология печати, какая у вас точность. И, соответственно, дальше любой материал, в данном случае это нить, в другом случае это будет порошок, например, из гипса, из пластика, металлический порошок, всегда технология одна. У нас наносится слой вещества, слой за слоем, да, то есть так как разбита модель, разбит на тысячу слоев, значит, у модели будет тысяча слоев вещества нанесено. Здесь наплавление нити, соответственно, идет. Я думаю, что это самая простая технология, и, в принципе, в ней вообще нет ничего сложного. Да, ведь всем понятно, в принципе, что нить идет и расплавляется слой за слоем. Следующая технология FTI – это послойное переносное изображение за счет формирования пленочного слоя. То есть у нас есть пленка, которая просто вырезается, она наносит слой за слоем, просто вырезается, и модель получается из пластиковой пленки. Эта технология не сильно распространена в России. В одно время поставлялись машины, это был 2013 год, как бы так, вот, несколько машин пришли, но технология, к сожалению, никакого успеха не завоевала. Здесь она представлена… А чем пленка разрушается? Разрушается? Ну, из нее вырезают, я так понимаю, куски. Да, просто вырезаются, вырезаются куски. А потом чем? Ножом. Ну, то есть там, да, да, то есть лезвие оно нарезает. А что за пленка, это как пленка, биоразлагаемая? Нет, 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 это совершенно не биоразлагаемый материал, это жесткая пленка, я даже не знаю, ну, какой-то полимерный материал, то есть из-за того, что, я говорю, нет популяризации этой технологии в России, она вот просто как появилась и еще практически старше появилась. Она не давала возможность внутренним слоям, да? Нет, только внешне, то есть она вырезает, как бы, конструкцию внешней, и вы получаете только образ, да, то есть вот, ну, вот внешнюю оболочку, и все. Следующая технология Multi Jet Printing – это послойное склеивание мелкодисперсионного порошка, в данном случае это гипс, то есть любые цветные модели, которые здесь представлены, это как раз технология NGP. Также ее называют CGP, это Color Jet Printing, потому что это единственная технология, которая позволяет печатать цветные модели, полноцвет. На этой технологии можно напечатать модель, которой будет палитра более 6 миллионов цветов, но это с оттенками, да, вы, кто занимается там фотошопом или всем, те меня поймут. То есть, соответственно, по этой технологии вы можете делать не только цветные модели, но также с движущимися внутренними конструкциями. То есть этот подшопник напечатан за один раз, и технология заключается в том, что у нас накладывается слой порошка, то есть все знают, как печатает обычный струйный 2D принтер. У нас листок, дальше выезжает печатающая головка, которая по этому листу что-то рисует, да, то есть у нас есть какой-то узор. То же самое и здесь. У нас накладывается слой гипсового порошка, выезжает печатающая головка, и на этом гипсовом порошке рисуют какой-то слой изделия. Соответственно, вот эта краска является клеющим веществом. Дальше платформа опускается, наносите следующий слой порошка, и опять печатающая головка склеивает так слой за слоем. А дальше мы, после того, как модель высохла и печать закончена, мы просто из большой массы гипсового порошка достаем то, что нам нужно, да, то есть то, где порошок, грубо говоря, склеивался. Если интересно, могу хоть сейчас запустить ролик, но я думаю, что вы сможете просто посмотреть его у нас на сайте. Собственно, заставка нашего сайта и говорит о том, как печатать технологию вот именно вот этого, мультиджет-принтера. Она самая распространенная у нас в России. А какие допуска там получаются? Вот, скажем, у этого... Вот эта вот модель? Ну, допуска какие там? Если мы делаем внутренний ролик, то есть получается, что там зазоры какие должны остаться и начнут склеиться? Толщина, да, толщина слоя у нас 0,1. Соответственно, зазор между... Зазор 0,2 мм. Да, 0,2 мм должен быть зазор, чтобы оно не склеилось. Вот, поэтому... Но в любом случае, постобработка происходит цианокрилатным клеем. Все знаете, что такой клей-секунда, да, то есть это то, что склеивает руки и там кожу, все, волосы, ну и в то же время и металл, и все что угодно. Да, то есть, соответственно, обработка таких моделей, потому что гипс сам по себе очень хрупкий, да, то есть его, в принципе, сломать ничего не стоит. Обработка происходит цианокрилатным клеем. Мы берем модель, опускаем ее в клей, это происходит в специальных перчатках, достаем, и чтобы модель не склеилась внутри, ее приходится сразу крутить. Крутить очень быстро, потому что, чтобы она не склеилась. Делать это приходится где-то 15-20 секунд. Все, модель высыхает и, соответственно, становится вот такая вот, как есть. Также можно скреплять модель эпоксидной смолой, она не даст проявления цвета такого хорошего, но тогда эту модель... Вот эту модель я, например, не рискну кинуть в бетонную стену, а модель, которая склеена эпоксидной смолой, обработана, ее можно кидать куда угодно, ну, окно тоже можно ей разбить. То есть она становится просто вот прям дубовая. Вот, и да, можно... Мы пробовали, мы кидали. Она не разбивается. Плюсы данной технологии в том, что она позволяет напечатать, во-первых, полноцветные модели, она позволяет напечатать архитектурные объекты, то есть любые цветные объекты. А также вы наверняка все сейчас знаете, кто в теме 3D хоть немножко, кто хоть чуть-чуть знаком, что сейчас у нас очень модно печатать фигурки людей. Такие вот, да, то есть люди приходят, сканируются, либо рисуют 3D-модели. Все такие фигурки печатаются непосредственно на таком оборудовании. У нас она тоже вовсе стоит. Если хотите на экскурсию, пожалуйста, приезжайте, мы все покажем, как это работает, покажем, как происходят все процессы. Следующая технология – это мультиджет-моделинг. Что она себя представляет? Вот смотрите, у меня в руках моделька, которая напечатана за один раз. У нее внутри тоже как подшипник, только это пластик, это уже не гипс. Вот есть такой шарнир, гайка. Вот, собственно, да, все это закручивается, все это нормально работает. В чем заключается данная текущая? Нет, гайка, естественно, напечатана отдельно, естественно, да, то есть вот она отдельно, а вот непосредственно вот это напечатано за раз. Здесь внутри была поддержка, материал поддержки. То есть в чем заключается данная технология? Есть, назовем это, два сопла, из которого идет, из одного сопла жидкий фотополимер, то есть он вытекает на стол, да, также послойно. То есть там, где должна быть сама модель, там жидкий фотополимер, и вокруг него из другого сопла поставляется воск. Он тоже отверждается за счет лампы, все это засвечивание под лампой. Соответственно, воск не дает этому жидкому фотополимеру растечься, и следующий слой также накладывает сверху, да, то есть когда эта модель была напечатана и готова, и ее вытащили из принтера непосредственно, то здесь везде был воск, и вот даже в этих щелях, да, где, ну вот, если мы повернем, то видно, что есть допуск, да, то есть там везде был воск. Дальше эти модели погружаются в печь, они нагреваются до определенной температуры, порядка 60 градусов, воск вытапливается и остается модель. Соответственно, вот такие модели чаще всего применяют данные технологии для снятия силиконовой формы. Вкратце вам скажу, просто все эти темы я затрону чуть позже, почему я вам так подробно рассказываю, именно говоря о применении 3D-печати в образовании, то есть дальше я об этом говорю, что такое литьев силикон. Если нам нужно сделать 10 моделей чего-либо, то есть вы хотите сделать 10 чашек, ну, к примеру, да, или 10 каких-то фигур, никто вам не будет делать пресс-форму, допустим, в том же Китае, потому что это очень дорого. Одинаковых. Да, одинаковых, но не обязательно одинаковых, можно с маленькими отклонениями. То есть никто не будет делать вам пресс-форму в Китае за 20 тысяч долларов, если вам нужно сделать 10 экземпляров сюда, потому что это настолько дорого, что ну просто это все, и ждать еще 2-3 месяца к тому же. Что мы делаем? Мы снимаем силиконовую форму с нашей модельки, то есть это простым языком, жидкий силикон заливается, все это в определенной форме, то есть модель погружается вовнутрь, крепится на опалубку, заливается жидким силиконом. Дальше наступает вакуум во всей этой системе, и силикон застывает. Дальше мы разрезаем вот этот силикон, получаем две половинки, скрепляем их, вытаскиваем нашу модельку. Она могла разрушиться, могла не разрушиться, все зависит от материала, с которого мы снимали форму. А дальше мы получаем такую бочку с отверстием, где внутри есть какое-то углубление, наша модель. И туда мы заливаем уже тот материал, из которого мы хотим получить наши 10 экземпляров. Это могут быть какие-то полиуретаны, это могут быть резиноподобные материалы, каучуки, это может быть АБС-пласть, то есть абсолютно любая смесь, которую вы хотите получить, то есть те физические свойства изделия, которые вы хотите получить. Соответственно, вы заливаете вот эти двухкомпонентный материал, дальше опять наступает вакуум, изделие застывает, опять вы силиконовую форму раскрываете, вытаскиваете изделие. И так вот пока ваша силиконовая форма не придет в негодность. То есть из каких-то изделий можно сделать 10 экземпляров, из каких-то 20, из каких-то 30, ну, как получится. То есть вот эта технология печати очень хороша вот для такого мелкосерийного производства. Итак, поехали дальше. Есть вопросы? Нет? Если я говорю очень быстро, вы мне скажите, просто я так люблю свою тему. что, возможно, да, немного тороплюсь. Технология SLA, технология стереолитографии. Это одна из самых, если можно так выразиться, в этой области древних технологий 3D-печати. То есть эта технология дает нам возможность изготавливать максимально точные модели. Вот если я не ошибаюсь, по технологии SLA у нас изготовлена мечеть. То есть вы потом можете подойти, кто не видел, посмотреть, насколько детализирован этот макет. Соответственно, в чем заключается всю данные технологии? Это жидкий фотополимер. У нас есть ванна, у нас есть лазер. И этот лазер кристаллизует жидкий фотополимер. То есть в ванне, да, стол опускается, кристаллизуется. И вот так вот стой за стойом происходит кристаллизация. Данный принтер позволяет, данная технология позволяет изготовить не просто функциональные прототипы, а даже конечные изделия, которые можно будет применять. То есть если вам нужна какая-то деталь, в принципе, по этой технологии вы можете ее изготовить. То есть прецедентов много. У нас также в офисе... Какой смысл слова стерео? Стереолитография. Ну, это отверждение под лазером жидкого фотополимера кристаллизация. Поэтому вот здесь как бы не вдавалось в историю этого слова, если честно. Но когда у нас будет, может быть, мини-перерыв, или вы будете смотреть модельки, я вам обязательно после этого отвечу на этот вопрос. Следующая технология – это технология SLS. Это лазерное спекание пластикового порошка. Данная технология позволяет изготовить вам вообще практически все, что угодно. И скажу вам так, что, например, компания Boeing изготавливает воздуховоды в свои самолеты по данной технологии. И они не печатают это, ой, точнее, не производят это на каких-то заводах либо там каким-то средствами другого оборудования. Они изготавливаются именно по данной технологии. В чем вообще плюс? Вот по данной технологии можно изготовить вот такие сложные формы. То есть здесь вообще нет предела по формам. Соответственно, если вам нужны какие-то изгибы, какая-то мега сложная деталь, то, соответственно, благодаря данной технологии вы можете это сделать. Плюс здесь более 60 различных материалов, которые можно применять в этом оборудовании. Соответственно, свойства совершенно разные. Это могут быть и высокотемпературные материалы, и материалы, которые имеют определенную температуру плавления, то есть определенную прочность и так далее. Здесь эта технология позволяет применять ее в совершенно разных областях, совершенно для разных потребностей. Поэтому она одна из самых распространенных в мире. На больших предприятиях, на заводах, крупных автоконцернов везде стоят такие принтеры, и они очень широко это используют. Также данная технология широко применима у дизайнеров. То есть если вы, ну, для тех, кто знаком с 3D-печатью, может быть, вспомните прошлогодний 3D-принт-экспо, это выставка по 3D-печати, она, кстати, будет совсем скоро, то там были выставлены различные экспонаты, светильников, абажуров, которые были напечатаны на 3D-принтере. Это очень красиво, и с первого взгляда и не поймешь, что это сделано на 3D-принтере, но это так. Также печатают различные украшения, печатают женские наряды, то есть юбки, не только, печатают белье, но это все такое выставочное, да, то есть это шоу, но при этом это носибельно, это как бы можно взять в руки, потрогаться, но не рассыпаться, ничего с этим не случится. Скажите, пожалуйста, СЛС, они как печатают на один рабочий материал, а вторая поддержка, да? Нет, в технологии СЛС это технология, если у нас, помните, я говорила про гипс, у нас было связующее вещество, которое послойно склеивало порошок, то здесь есть лазер, который спекает порошок, то есть также за слоем наносится порошок. Да, вы также вытаскиваете из вот этой вот массы порошка деталь, которую вы напечатали, а дальше порошок идет на повторное использование, то есть это также безотходная практически технология печати, так же, как и гипс. В отличие от той же СЛС технологии, от МГМ технологии, да, там мы все, что, поддержки, которые были, да, то есть либо там фотополимер какой-то, который вдруг где-то что-то отмомилось, то это все утилизируется, а здесь это безотходная производство практически, поэтому она в какой-то степени такая дорогая. И технология прямого лазерного сплавления металла. Эта технология у нас уже есть в России, как я и сказала, мы сегодня говорим только о тех технологиях, которые есть у нас в России, и благодаря которым мы можем предложить вам создать какое-то изделие, да, и которое мы поставляем в различные организации, в ЛУД и так далее, да, то есть мы продаем эти технологии. То есть суть та же самая, это сплавление металлического порошка послойное, это естественно в вакуумной среде происходит, все с соблюдением всех норм. Технология очень дорогая, очень точная, и на сегодняшний день, ввиду нашей политической ситуации, то есть она пришла уже в нашу страну, она применима, ну и я думаю, что будет только расширяться. Естественно, российские ученые, ввиду тоже разработки в данной технологии, то есть мы тоже пытаемся создать свои 3D-принтеры и на металле, и на пластиковых порошках, на всем, потому что за этим будущее, и без этого, ну, никуда, в наше время уж точно. Как предыдущего, это отличается только материал, в принципе, то же самое. Ну, фактически да. То есть, естественно, вы понимаете, да, что среда, в которой происходит печать, то есть металла, да, допустим, они совершенно разные, там есть и температурные режимы, и вакуум должен создаваться. То есть, если посмотреть на 3D-принтер, который печатает металлом, он закрывается, только после того, как вы поставили стол, у них очень маленькие столы, на которых все это происходит, потому что, ну, как бы пока не сделали больших металлических принтеров, он запирается вот на такой толщину железную дверь. Ну, то есть, как бы, да, то есть там создается вакуум, и это определенное среда, то есть самбастое производство, и под него определенные требования к помещениям, то есть ко всему, там все не так просто. Домой такую машинку точно не поставить. А он тут разрешает, что поставить сколько? У металлического принтера, если я не ошибаюсь, он до 16 микрон, или 16, да, до 16 микрон. Там цена, где есть, наверное, 500 тысяч долларов отменим? Больше. Больше. Среди, да, но у нас уже есть в России эти принтеры, и мы можем заказывать на них печать, поэтому все это можно делать. Есть какие-то вопросы? Мы, в принципе, останавливаемся на данной технологии. Дальше переходим к примене, да? Предыдущие технологии чем вы печали? То есть, даже с пеканью лозы? Ну, они отличаются средой, они отличаются тем, что, смотрите, там у нас есть так называемая ванна с порошком, да, у нас стол опускается. В данной технологии мы устанавливаем стол, и у нас происходит наращивание металла. Как бы на этом столе, вот смотрите, в технологии SLS у нас есть ванна с порошком, ее так назовем, да? Стол опускается, наращивается, все происходит. В технологии стол единый. В технологии, где у нас идет печать металлическим порошком, во-первых, там среда, там совершенно другие режимы, и у нас есть ванна, так скажем, да, в которой есть этот металлический порошок, но стол он гораздо меньше, и то есть, вся печать происходит как бы по центру. То есть, суть технологии одна и та же у всех этих технологий, то есть, вот эта вот послойная печать, она везде одна и та же, да? То есть, мы отвечаем, что у нас есть порошки, у нас есть жидкие фотополимеры, то есть, есть нить, ну, как бы послойно, вот то, что мы говорили про пленку, мы не берем, да? А так, в принципе, суть одна и та же. То есть, в отличие, есть жидкие фотополимеры и есть различные порошки. Их много разных, ну, как-то. А все эти технологии, они небольшие, да? То есть, крупногабаритные технологии это применение технологии СЛС, это полтора метра, размер камеры на 750 на 650 миллиметров. А вот то, что дома печатают? Дома печатают, это вообще немного другого. Я вообще эту технологию называю, это, знаете, технологии уже не будущего, конечно, уже сегодня, но они не настолько доступны нам всем, как кажется. Во всяком случае, у нас нет ни одного принтера в России, и который печатает дома, насколько я знаю. Есть специальный фильм, который специальный отдел уже ставил. Да? Ну, значит, это вот к Сергею. У нас Сергей занимается всеми новостями рынка. Новостями ресурсами. Ну, да, собственно, принтер есть, но прямого доказательства своему имуру на пятом доме еще. Но он печатает, если только он допечатает, это все дело проверит, тогда мы уже сможем об этом открыто говорить.